Добрый вечер. Но уже с другой стороны границы между Евросоюзом и Российской Федерацией может утверждать, что Путин пошлет свои армады на государство с беспредельно торжествующей демократией. Причем по той же причине у НАТО многократный перевес практически по всем видам наступательных вооружений и не отказалось себе в удовольствии пошалить на тему откровения, явившегося пока еще не начавшему выполнять обязанности президента Латвии Раймонду Венису, пока еще министру обороны. Оказывается, каждый житель страны должен знать, что коли супостат только-только ступит своим сапогом поганым на нашу священную землю, ее надо будет защищать. А то как-то иначе может быть. Оказывается, может. Просветили коллеги с государственного телевидения, проиллюстрировав данные социологов из компании СКДС. Вот смотрите. Красный сектор на этой диаграмме те, которые скорее с оружием в руках пойдут навстречу врагу. Таких оказалось 39%. Синий сектор. Те, которые скорее запишутся в принципиальных пацифистов. То есть не станут рисковать своими жизнями ради такого государства, которое за последние четверть века выстроили наши вожди. Их побольше, чем готовых воевать. 46%. А остальные таки не определились, то ли сопротивляться оккупанту, то ли сдаться ему. Еще дальше пошел всемирно известный американский институт Гэллопа, который изучает общественное мнение вот уже ровно 80 лет. Институт в 62 странах задал один и тот же вопрос. Если начнется война, захотите ли вы бороться за свое государство? Латвия оказалась в предпоследнем десятке. Я бы назвал это индексом патриотизма. По 100-бальной шкале мы набрали 41 очко. И изрядно отстали от первой пятерки. Для защиты своей родины в Израиле оружие в руки способны взять двое из трех. В Финляндии трое из четырех. В Марокко поразительно. Практически каждый. А если точнее, то 94 человека из 100. Но не готовы люди в подавляющем большинстве стран мира решать проблемы силой оружия. А почему? Да потому что головы на плечах имеют. И способны отличить реальную угрозу от разогреваемых на политических кухнях кастрюльках со страшилками. И тут начинает действовать простенький принцип. Не хочешь? Заставим. Пример показали наши южные соседи. Психо с тоннами изливаются из средств массовой информации управляемыми президентами Гриба Ускайте. Выражается он в том, что если не вернуть обязательный призыв в армию сегодня, то дикие орды с востока катком пройдут по Литве уже завтра. Вот скриншот с литовского информационного портала. С прошлой среды разосланы 36 тысяч повесток о призыве в армию. Собраться рекруты должны были за неделю. И собрались. 3 тысячи. Чуть больше 8 процентов. Опоздал без уважительной причины. Штраф до почти 300 евро. Решил уклониться от службы, когда светит до трех лет тюрьмы. А что делать, когда Литва сама себя считает прифронтовым государством? А где фронтом война? А на войне как на войне. У северных соседей подход несколько иной. Хотя американо-эстонский президент Ильвес не потирает ручки от того, что США демонстрируют свою технику едва ли не в прямой видимости от пограничного перехода с Россией. Но в интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера» Томас Хендрик Ильвес заявил. Американские ракеты против России не в моей стране. Но вернемся к родным дубам. Социологи из компании СКДС задали нашим людям примони, как амбиций Сувид и Аблтыни на предмет сместить мадам Страуму с поста премьера. Вопрос. Что вы будете делать при угрозе чужой армии вторгнуться в Латвию? Америку, это я уже от себя прошу не рассматривать, потому как вооруженные силы США здесь уже по просьбе латвийского правительства выполняют, скажем так, интернациональный долг. Результат социологического опроса поверг меня в шок. Смотрите, узнав, что в раку ворот почти половина населения страны, 44,6%, голубой и синий сектор на инфографике, еще до начала вооруженного столкновения с агрессором не уверена, что останется средь дубов этих самых. А 18,2% практически каждый пятый готов отсюда драпануть, даже не дожидаясь первых выстрелов. И мы с вами догадываемся, кто в первую очередь составит этот цвет нации. А когда первый шок от этого соцопроса прошел, я стал думать, почему это так? А чего только 54% населения страны не покинет ее перед лицом реальной военной опасности? Долго голову ломать не пришлось. Все по полочкам разложили тем, кто учит нас, как правильно зубы чистить. Есть вчерашнее заявление президента министров Лаймдот и Страумы, вышедшее из заседания Совета коллекционных партий. Кстати, органа абсолютно неконституционного. Есть заключение Министерства финансов о том, что перерасчет пенсии мы можем начать с 2017 года. Мы можем делать это в течение шести лет. А ведь социально ответственное латвийское государство в лице правящих партий перед выборами всем било себя пяткой в грудь, что услабление удавки нашей и тех, кто положил здоровье, горбатясь на это же государство, среди первоочередных задач правительства. Почему это так? Растолковал президент Банка Латвии Илмар Римшевич на латвийском радио. Латвийская экономика сейчас находится в состоянии ни рыба, ни мясо. Ни рыба, ни мясо – это овощи. Кто и как довел экономику Латвии до овощного состояния, знаете? Ну-ну. Так дадим же слово ботанику народного состояния блага, история успеха которого взлет в кресло вице-президента Еврокомиссии. Вчера он все объяснил в программе гостелевидения «Утренняя панорама». Умные речи Валдеса Домбровскиса изложу простыми словами. Есть настоящая беда, ребята. А у этой беды есть симптом. Симптом – постоянная нехватка бюджетных средств. А беда – сядьте, если стоите. Слишком низкие налоги. То есть, минус 10 миллионов от того, что сами для себя закрыли молочный рынок России – это ничего. Минус 17 миллионов. Только для Юрмалы. Только из-за новой волны, умершей после включения российских певцов в черный список невъездных. Это крошки. Минус 200 миллионов на тему. Кушайте сами свои шпроты. После того, как одни идиоты решили, а другие разрешили публично распять куклу с внешностью Путина в центре Риги. Это так, шалость. Сотни уволенных с Латвии с Металлорг, с Флепой, под государственные гарантии. Лишь бы завод достался политически симпатичным хлопцам. Пустяки – дело житейское. С кем не бывает. А вот то, что государство, разбазаривающее свое богатство, налогами пока разве что кожу с жителей страны не снимает. Да, беда. Тьфу. И теперь эта братва пытается сделать нам прививку патриотизма и готовит нас к действиям в час икс, то есть к началу войны. Янис Гаррисонс, заместитель госсекретаря Министерства обороны, опять-таки на государственном телевидении, озвучил, что его ведомство подготовило для утверждения правительством правила, по которым от государства стоит ожидать сигнала, когда мы должны будем передать ему, государству, для борьбы с зелеными человечками, все то, что заработали без его государства. Помощи, а скорее вопреки, квартиры, машины, дома и все такое прочее. Но при этом нам не надо забыть вооружиться и дать отпор этим самым зеленым человечкам. Да легко! С зелеными человечками оказались придурки. В Латвии арестовали двух россиян, проникших на военную базу Ада же под Ригой. Андрея Попко и Александра Куркина обвиняют в шпионаже и попытке террористических действий. Грозит им до 20 лет тюрьмы или даже пожизненное. Задержали россиян в среду, они перелезли через забор базы НАТО, сорвали американский флаг и повесили вместо него флаг цветов георгиевской ленты. Вы понимаете, как нынче работают российские шпионы? Чешусь через границу с лестницей, приставляют к забору, перелезают и шпионят, шпионят, шпионят. И террористические акты совершают путем замены одного флага на другой. И когда всю эту дурь наша власть представляет как элемент готовности России пойти войной на Латвию, я кручу пальцем у виска, но при этом отдаю себе отчет в том, что год назад начало войны с восточным соседом опасались 4% населения нашей страны, а в этом уже в 8 раз больше. 32%. Браво, господа! Венис, Оренкевич, Пабликс и компания. А теперь я покручу пальцем у виска во второй раз. Это аж какому умненьку взберендила необходимость публичного предупреждения. Будьте готовы, люди, находящиеся в Латвии к часу икс. У вас государство отнимет все. Но сначала маленькое отступление. Рядом с каждым из нас есть много таких, кого можно слушать. Но есть среди них некоторые, которым необходимо внимать только так, только резко задумываться над тем, о чем они говорят. И у меня есть такой гуру. Многолетний знакомец. Удачный бизнесмен. Вроде как оселок, на котором я оттачиваю понимание того, что происходит в стране. И когда я спросил его мнение, что может повлечь за собой озвучивание заместителем госсекретаря Министерства обороны господином Гаррисонсом избранных кусков из проекта правил Кабинета министров, регулирующих отнятие у населения собственности, он ответил коротко. Эти умники порождают панику, по сравнению с которой мантры о российской агрессии покажутся детскими играми в песочнице. А потом добавил. Загибай пальцы, Гриша. Народ попрет из Латвии. Нема будет дурней, готовых инвестировать в нашу экономику. Владельцы предприятий задумаются избавляться от своих активов, да хоть и из-за бесценок. Деловой климат начнет стремиться к температуре Антарктиды. Народ ломанется вытаскивать деньги из банков. Финансовая система встанет на карачки. Программа возвращения в страну, уехавших на заработки за кордон, станет стоить не больше той бумаги, на которой она написана. Лихие люди начнут присматриваться к тем, кто что-то имеет да не спрятал. Страна будет тупо и окончательно разделена на своих и чужих. Только из совершенно дурной конторы могут послать человека озвучивать такие документы. А если произойдет все это, а войны как нет, так и не будет, что тогда? Кризис, по сравнению с которым то, что мы пережили, покажется сладким сном. Еще продолжать или довольна? Спросил меня мой знакомец. Довольна, старый приятель? Мы, как дятлы, башкой о дерево пытаемся разбудить лихо. А ведь танки сами по себе пока не бороздят оперативный простор. И самолеты сами не летают. И подводные лодки сами не шустрят. Да и на поле боя без людей пока не обойтись. И хочу напомнить, к чему, согласно социологическим опросам, привела милитаристская истерия. С оружием в руках это государство пока еще готово защищать только 39% наших с вами соотечественников. По уровню патриотизма мы находимся в мире на 42 месте из 62. Почти половина населения страны при объявлении приближения часа Х или попытается бросить Латвию, или задумывается над тем, стоит ли в ней оставаться. А теперь о тех, кого наша власть считает лихом. Социология от Левада Центра. Института по изучению общественного мнения, признанного мировым научным сообществом, независимым от Кремля. Внимайте! Для начала, о чем отданном настроении россиян. Если пять лет назад готовы были покинуть Россию 22% опрошенных, а остаться в ней 73%, то сегодня смотрят на Запад 12%, а связывают свое будущее с Родиной 83%. О гордости за свою страну. В 2010 году это чувство испытывали 55% опрошенных. В 2015-м 70%. Теперь то, на чем ломают голову те, для которых работа головой преимущественно работа языка. Я о патриотизме. К началу очередного президентского срока Путина патриотами считали себя 69% россиян. Сегодня таковых к востоку от речки Зилупы 78%. Соответственно, с 19% до 11% снизилось количество тех, кто патриотами себя не считает. Обращаю ваше внимание вот на что. Больше всего опрошенных, выразивших безусловную гордость тем, что они жители России, это в возрасте от 18 до 24 лет. Их 48%. А это ребята исключительно призывного возраста. Среди респондентов с высшим образованием таких 46%. А это уже растянутые мозги. Опрошенные с высоким уровнем доходов 59%. А это означает, что им есть что защищать, кроме своих семей. И, наконец, как насчет того, чтобы взять Калашникова в руки и пойти защищать интересы России? Впервые за последние 10 лет количество россиян, считающих необходимым служить в армии, достигло 55%. При ветвитве с ее 8% соответственно, количество желающих откосить от военной обязанности снизилось до 28%. Такие дела. Не знаю, как вы, но я ответил для себя на вопрос, каким графиком можно отобразить нагнетание военной истерии в Латвии. Прямо пропорциональной зависимостью. Чем назойливее пугалки о людоедских планах Путина на предмет агрессии по отношению к странам-членам НАТО, тем больше страх на предмет перспективы положить животы свои на алтарь войны. Это и понятно. Те, кто агитирует народ за отчаянные подвиги на поле боя, будут героически функционировать в правительстве, в изгнании. А есть еще обратно пропорциональная зависимость. Чем больше мы верещим о военной угрозе с Востока, тем меньше россиян считают для себя возможным не встать в боевой строй. И главное, я получил ответ на вопрос, зачем России идти военными колоннами в страны Балтии. Ведь экономической целесообразности в этом никакой. На него связано без демагогии не смог ответить ни один из десятков политиков и бизнесменов, которым я приставал. Ответ есть и вот какой. Путин сможет нарушить наши границы лишь при одном условии. Если страны НАТО нацелят на Россию свои орудия не только по периметру расположенных вокруг нее баз, но и подлетное время ракет до стратегических центров нашего восточного соседа сократится минут до 15. Когда между странами НАТО и СССР был пояс из государств Варшавского договора, зазор времени для взаимного отражения попыток нападения, повторяю, взаимного отражения, такой зазор был. Теперь его нет. В том числе и благодаря внешней политике государства Латвийского, считающим нашу дивную страну прифронтовой. Ах, ваш фронт расположился максимально близко к сердцу России и шевелит орудиями. Так получите. Но люди наши не дурни. Боятся, запуганные, но на голову не больны, чтобы аплодировать каждой глупости, творимой политиками. Вот как-то так не весело получается в программе за кадром завершающий телевизионный сезон. Встретимся теперь в сентябре. Надеюсь, что за летом, отдохнув в отпусках, эти ребята, угнездившиеся в высоких креслах, все же чухнут все-таки, что интересы страны не разыгрываются в покер на сукне оперативных карт самого миролюбимого в мире альянса НАТО. Здравы будьте. Субтитры создавал DimaTorzok